Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я на канале Процветок вам расскажу про пурпурную пятнистость. Я отвечаю на вопросы, размещенные на портале процветок.ком, и иногда какие-то вопросы повторяются, повторяются, повторяются очень много раз, поэтому я вот иногда отвечаю на них в таком видеоформате в надежде, что люди уже на канале Процветок смогут найти наши ответы и, соответственно, получить квалифицированный ответ, квалифицированную консультацию. Итак, пурпурная или пурпуровая ее правильно называют, пятнистость на малине. Надо сказать, что это заболевание распространено в зоне выращивания и культивирования малины очень неравномерно. И наибольшее развитие оно получило в Сибири, вообще вот в тех регионах. Вот в европейской части с этим заболеванием мы сталкиваемся не часто, но тоже сталкиваемся и, в общем, лечить тоже умеем. Прежде всего хочу сказать, что вот в зоне такого активного распространения пурпуровая пятнистость может уничтожить до 25% посадок малины, поэтому бороться с ним нужно обязательно. Надо сказать, что за пурпуровую пятнистость зачастую принимают повреждения малинной галицкой, комарикам, ну галицей. Дело в том, что личинка, когда внедряется в ствол, она делает там ходы, она делает там повреждения, и там, где личинка питается, там все это ткань затвердевает, повреждается, и туда начинается сильная атака различных грибов, не только возбудителя пурпуровой пятнистости, но и других разных грибов. Это называется галицевый ожог. И это не пурпуровая пятница, то есть надо избавиться от галица, это другая история, а уже потом смотреть, будет у вас пурпуровый ожог или это все-таки был галицевый ожог. Дело в том, что малина, обладая высокой концентрацией антоцианов, в местах повреждения начинает эти антоцианы, мы не раз об этом говорили, начинает их выделять. Они придают красную, ну как плодам, точно так же и кореи вот этим тканям придают такую красную краску. Ну, соответственно, можно легко ошибиться, и надо это все дело, ну, отличать. Если это галицевый ожог, то от пурпуровой пятнистости он отличается тем, что в зоне повреждения имеется утолщение и такое огрубение, пробковение ткани. Вот если валики какие-то, неровности, наросты, какие-то такие трещины, вот это галицевый ожог. А если это равномерные такие гладкие пятна, то это пурпуровая пятнистость. Есть сорта устойчивые к пурпуровой пятнистости. Это было бы здорово взять и высадить сорта, которые устойчивы к пурпуровой пятнистости. Во-первых, абсолютно устойчивых нету, ну, есть относительно устойчивые, но есть вторая сторона металли. Или хорошее качество ягод и большой урожай, или комплексная устойчивость к болезням. Тут приходится выбирать. Как всегда, нашим спасением является высадка большого количества, большого разнообразия сортов. Пусть будут небольшие участки, но в каком-то разнообразии сортов. Не отказывайтесь от традиционных сортов молитвы. Не переходите исключительно на ремонтантные сорта. Они как раз повреждаются пурпуровой пятнистостью гораздо сильнее, чем вот такие старорежимные, двулетнего способа, двулетней агротехники выращивания. К галице, начну с галице, потому что все-таки мне кажется, что гораздо более актуально это галице. Это все-таки галицевый жук чаще, чем пурпуровая пятнистость. Но, окей, галицы очень устойчивые сорта, вот я вам их перечислю. Это вера, колокольчик, зоринка, киржач, метеор, ранний сюрприз, амфора, награда. Подсматриваю, потому что, конечно, не запомню их все наизусть. В пурпуровой пятнистости барнаульская, вера, дочь веслухи, зоринка, колокольчик, дочь амурчанки, киржач. Сорт барнаульская, кроме того, еще и слабо поражается антракнозом и малинным клещом. То есть, ищите эти сорта и, ну, главное, чтобы вам их правильно дали. А то, знаете, как приходишь на рынок, дайте мне, а что вам надо, а что вам надо, то у нас есть. Окей, главное, чтобы такого не было. Почему я говорю о двулетних сортах, да, которые в первый год дают побеги, во второй год цветут, дают ягоды. А ремонтантная малина ее срезала, она во второй половине лета цветет, до осени, до заморозка. Почему я говорю о старорежимных сортах, что их надо вернуть? В отношении этих сортов есть хороший агротехнический прием, как раздельное выращивание малины. Это очень хороший прием для профилактики всевозможных заболеваний малины. В том числе он считается основным для профилактики пурпуровой пятнистости. Что при этом делают? Вот у вас есть плантация малины. Вы ее делите ровно пополам. На первой половине у вас остались побеги первого года, вы старые побеги высохшие вырезали и ожидаете с этих побегов, что они зацветут и получить урожай. И вот весной вы берете диск там, что-нибудь такое, секатор в руки и вырезаете эту малину вот буквально на пень, да, вот на такой вот пенечек. Вырезаете полностью. Жалко урожая? Ну жалко, но все равно от болезни все потеряете, поэтому лучше не жалеть. Половину плантации вырезали. И на этой плантации начнут отрастать отличные, мощные, сильные побеги, которые в следующем году дадут вам высокий урожай. На второй половине у вас остались эти побеги прошлого года, которые дадут урожай. Вы их не вырезаете. Вы оттуда полностью вырезаете все, что там отрастает свежее. То, что вам даст в будущем году урожай. Представляете, у вас здесь получится колоссальный урожай в этом году. В следующем году урожая не будет. Вы все молодые ветки вырезаете в процессе лета без оставления пенька, вот прям до основания. Урезаете, урезаете, урезаете. Все силы идут на формирование урожая этого года. Урожай колоссальный. На первой половине урожая нет. Вы там все срезали на пень. Таким образом, вы на этой половине на будущий год получите, с этой половины в этом году собираете. Опять, на следующий год здесь собираете, через год здесь ничего не будет. Здесь все будет чистенько, здесь будут отрастать молодые побеги. И вот так вот эти половиночки чередуете. И вы можете полностью, только благодаря этому методу, избавиться от пурпуровой пятницы. Это очень простой прием. Главное, не жалеть и не бояться плантации, чикать половину, 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 половину. Окей, но это возможно сделать только с традиционными сортами двулетнего такого цикла выращивания. Если у вас ремонтантная малина, это ничего не получится. И имейте в виду, что вы избавитесь от пурпуровой пятницы, от надтракноза, от септориоза, от зимующих тлей, от клещей, от почковой моли, от стеблевой галицы в том числе и так далее. Возвращайтесь к традиционным сортам, если пурпуровая пятнистость и галица, у вас проблема на участке. Второе, что нужно сделать. Когда вы малину высаживаете рядами, конечно, надо вырезать все лишнее, чтобы посадки не загущались. Это очень важно. Загустили посадки, все, продувания нет, там все болезни будут сразу. Мульчируйте навозом, перегноем, перепревшими опилками, свежими опилками с мочевиной. У нас миллион на канале рекомендаций по этому поводу. Мульчируйте, чем только можете. Пурпуровая пятнистость, как и многие болезни, она идет из земли. Поэтому все там мульчируйте, закрывайте все. Следующее, проветривание и освещение. Это так же, как с марсонией. Да, это та же самая история. Испавитесь от капельно-жидкой влаги, от застоя воздуха. Будете обеспечивать хорошее продувание, проветривание посадок. Все, от болезни у вас не будут большой проблемы. Следующее. Рано весной искореняющие обработки у нас на канале про цветок. Есть об этом ролик. Мы яблони, груши там все, все искореняем. Это нужен, ну, нитрофен, конечно, супер ядовитый. Лучше не надо нитрофен. Он вообще запрещен за границей? Не надо. 7% раствор мочевины. 700 грамм мочевины на 10 литров воды. Это та самая литровая банка на 10 литров воды, о которой мы уже год рассказываем на канале про цветок. У нас ролик есть по искореняющей обработке. Обращайтесь, смотрите. Там два рецепта с медным купоросом, с железным купоросом. Полностью вот это все применяйте. 4% бордовская жидкость. 400 грамм медного купороса, 500 грамм негашеной извести на 10 литров воды. Либо готовая бордовская жидкость. Там всегда есть инструкция, там написано, как это все надо и правильно готовить. Кроме того, в процессе вегетации делайте защитные опрыскивания 1% раствором. Раствором бордовской жидкости. Или хотя бы 1% раствором медного купороса. Если вы будете делать все те же самые мероприятия, про которые я говорил, то этот способ вполне защитит вас от пурпуровой пятнистости. Если у вас посадки не продуваются, если почва не замульчирована, если у вас там бушует инфекционный фон, если у вас там галица бушует и так далее, то, конечно, никакой медный купорос и никакая бордовская жидкость вам не поможет. Но в комплексе вы обязательно избавитесь от этой напасти и довольно легко. Желаю вам успеха!